добрый день дорогие друзья я однажды вам снимал шую но снимал зимой и пообещал что я вернусь летом когда здесь будет красиво зелено поэтому я вернулся и сейчас как смогу вам маленечко эту шую покажу шуя один из самых старинных городов область это нашей точно но и на руси это был один из самых знаменитых городов и это памятник новомученикам убиенным священников которых по письму ленина что надо уничтожить как можно больше священников именно шуи и начали их уничтожать письмо то относилось к шуи потому что здесь когда начали изымать драгоценности якобы церковных которые те добровольно сдавать могли вот таким образом поступили и здесь новомучеников еще и не все понять подняты давайте я вам пройду покажу маленько собор воскресенский собор и расскажу это колокольня открыто стоящие как то есть отдельно стоящие от храма не она вторая у нас в россии высоты 1 это у нас адмиралтейства петербурге 2 вот шуйской колокольни причем она очень интересно построена ее строили с запрещением тогда было на руси делать колокольни выше чем колокольня ивана великого в москве и вот как строение каменные это колокольня ниже вот тот купол но шуйские купцы оказались хитрыми они поставили высокий шпиль и она построение оказалась ниже чем колокольни ивана великого а по своей высоте выше таким образом немножечко шуйские купцы утерли нос московским но в общем то мы знаем что шуи вообще играла огромные роли купцы и князья и мы помним что шуйские князья во-первых спасли несколько раз русь поскольку были воины и воеводы а во вторых василий шуйский был еще и царем то есть шуя однажды в своей истории была столичным городом вот отсюда видите как хорошо это колокольню видно сейчас у нее и колокола все повешены а это воскресенский собор сейчас мы попробуем туда зайти и вам показать если нас как говорится не арестуют ух какой видите великолепие 20 лет я здесь не был был когда иконостас вот этот ставили это все шуйские иконостасные мастерские начинали но потом и свои мастерские монастырь шуйский сделал и здесь знаменитый вот эта икона шуйская смоленская чудотворная икона поэтому храм конечно необычный его красота необычная ксения дочка ксении рожает надо ксению просить ксения дочка могих это него родности все святые молите бога нас Ну вот, всё прекрасно, Господь нам взял всё от открыл, и всё, мы свободно посмотрели и прошли. Теперь я возвращаюсь на центральную туда улицу, ну, одна из центральных улиц, чтобы пройтись по ней, показать вам древнюю Шуи. Шуи была, конечно, в своё время, как основной купеческой промысел, у неё было шубное дело, как ни странно, вот и ткачество. Она поставляла огромное количество шуб, ну или тулупов, в армию. И купцы шуйские на этом очень серьёзно заработали. Какое-то там неимоверное количество. Я как-то читал, то ли 70 тысяч в год, в общем, такое это. Но с 19 века здесь начали образовываться ткапские предприятия, такие коллективные, одни из первых в стране. То есть, вокруг были сёла, где занимались ткачеством, ну, такие как мелкие промыслы, то есть либо семьи, либо небольшие артельчики, и шуйские купцы начали строить такие предприятия, где собирали этих работников в одно место и уже получалось такое ткаческое и красильное производство. А уже к середине 20-го, 19-го века, это в 1840-ых годах, здесь начали строить большие производства и с покупным оборудованием, ткачество, и одни из первых производств. Нет, они были и раньше, причём тут недалеко, в Кохме, где Пётр Первый выткал первые тканые цельные паруса. Это одна из специализаций была, ну и в Шуе это тоже делали. Вот это пешеходная улица, как во всех теперь городах любят делать пешеходные улицы. Вам, наверное, не очень видно её, когда против света. Давайте я вот так вам её покажу. Вся она на старых купеческих домах основана и на торговых рядах. Пассажи так называемые, вот эти длинные ряды назывались пассажи или лабазы, по-русски их могли ещё лабазы называть, или лавки. Кто как хотел, ну, на западный манер в какой-то момент начали их называть. Пассажи, они были традиционно в таких городах. Вы и в Шуе, и в Костроме, и в других местах, где была торговля. Такие вот можете увидеть пассажи. Вот такая улица. Это всё старинные купеческие города, ой, дома. Так как здесь жили купцы, в общем-то, низких гильдий, то по правилам купеческой жизни им не очень полагались, ну, вот у первых капкутцов высокие дома и большой площади. Поэтому здесь есть купеческие дома побольше и посимпатичнее, но они уже в более позднее время были построены в другой местности. И действительно такие. А здесь купцы не доживали до такой гильдии, потому что гильдии определялись ещё и в торговле с западом. Чем больше у тебя западной торговли, тем больше у тебя гильдии. И это, конечно, не всем удавалось приметь. Поэтому вот такие невысокие. Так, вот здесь площадь с кинотеатром. Я вам зимой её показывал, поэтому я её не буду вам сейчас показывать. Давненько я здесь не был. и даже не очень понимаю, где сейчас чего. Ростинный двор. Вот такая торговая точка. Тоже пассаж вот в таком стиле, в псевдорусском построенном. И с одной стороны с колоннами, и с такими украшениями. С другой стороны. Обычные. Ну, давайте заглянем, что тут за гостиный двор. Что там такое находится. Посмотрим. Магазин, наверное. Да, магазин сдаёт в аренду. Ну да. Вот такие. Как везде сейчас. Собачки. Жарко. Собачки. Такие узкие. Вьетнамские раньше назывались рынки. А теперь вот из-за дороговизны этих помещений ютятся и очень мало на проход места. Много места на торговлю. Здесь мы видим впереди небольшой парк. Но надо сказать, что как-то чистенько, приятненько. У меня-то маленькая обида на то, что всё-таки я участвовал в программе реабилитации этого города в 2000-х годах. В конце 90-х, в начале 2000-х написали программу большую с академией туризма. И обозначали, как это всё должно быть реконструировано. И, конечно, жалко, что реконструировано по-другому. То есть это вот уже не старый, как говорится, стиль. Это такое новое плиточное обделка. Всё это было под руководством губернатора. Мене сделано. Здесь по проекту было должно всё обделано камнем. Вот этот камень, мостовой камень. В общем-то, здесь можно было в Ивановской области его найти. И в программу тогда входило и создание моста пешеходного, большой пешеходной зоны на ту сторону. Шуи и там ещё зону с одним этим пешеходным мостом сделали. Но организация, которая его построила, разорилась. Ей не заплатили. Так как надо за то, что это. А здесь вот плиткой зато всё выложили. Что тоже, на самом деле, для старинного города не очень хорошо. Шуя могла быть городом, на мой взгляд, более шикарным и интересным, чем Суздаль. Поскольку Шуя больше. У неё объектов, которые можно было восстановить под музейную деятельность, под выставочную деятельность. Гораздо больше, чем Суздали. Хотя и меньше монастырей. Но она могла иметь серьёзное такое значение. Тем более, что оно совпадало с центральным положением Шуи. Шуя находится, если вы посмотрите, Владимир, Ярослав, Нижний Новгород. То Шуя находится в центре всех этих замечательных городов. И если бы её хорошенечко обделывали. И делали некую централизованную форму её деятельности. В том числе и для этих городов. Сюда можно было стянуть музейные какие-то экспозиции и фонды от этих городов. И человек на Золотом кольце мог побывать в одном городе Шуя. И представить себе, как выглядят остальные города. Но я думаю, это ещё не поздно. Если взяться, то ещё не поздно что-то сделать. Вот такой красивый музей. Это у нас здесь родился Цветаев. Иван Владимирович. О чём граждан Шуи. Музей изящных искусств. Ныне Государственный музей образительных узких Москве. Матронокровический музей Константина Бальмонта. Здесь же, видите, работал председателем Шуйской городской думы Михаил Фрунзи. Но не питаю я к нему удовольствия, потому что мы знаем, как он там участвовал. Здрасте. Здрасте. А я из Ивановского общественного телевидения. А вы мне покажете музей? Знаю. В смысле? У вас нет экскурсовода или экскурсовода? Экскурсовод у нас стоит 1170 рублей. Да, наверное, телевидение вы так проведёте. Вам же полезно видеть. Елена Александровна. Здрасте. Здрасте, Елена Александровна. Я... Полчасика у нас. Полчасика у нас. Давайте пройдём. Да, отлично. Вы большая молодец, что сразу согласились. Елена Александровна, у меня камера, как вы понимаете. Нужен свет, да. Ну что, вот, дорогие, мы с вами в Крыльевическом музее города Шуй. Надо сказать, один из самых богатейших музеев нашей области. И мне очень странно, что очень мало к нему такого отношения, поскольку вполне его можно было вообще в областную программу для воспитания детей включать. Не включёны вы, не возят из Ивановских. Конечно. Наш музей участвует в программе прогулки по губерниям. Да, и... И маршруты детские у нас тоже осуществляются. И очень много детей, в том числе из области, приезжает в наш музей. Ну, смотрите, я, к счастью, отстал от жизни. Поэтому давайте мы пройдёмся по музею и узнаем, что же у нас тут за историей нашего края. И начнём мы, Елена Александровна, да? Здравствуйте, уважаемая Костя. Меня зовут Елена. Я методист Литературно-краеведческого музея Константина Пальмонта. Наш музей – это один из старейших музеев области. Более 50 лет уже существует этот музей. И основное направление деятельности музея – это всё-таки краеведение. И вторым направлением нашей деятельности является изучение творчества серебряного века, поэта серебряного века Константина Пальмонта. Сейчас мы с вами находимся в одном из любимейших залов шульской детворы, не только шульской, но и всех наших маленьких посетителей, можно так выразиться. Это зал природы. В нашей экспозиции представлен животный мир нашего края. То есть это ещё Ивановская область. Здесь мы видим макеты чучела животных, интереснейшая коллекция птичьих яиц. Ни в одном музее Ивановской области больше вы не встретите такую коллекцию. Более 500 птичьих яиц переданы в наш музей в дар Иваном Петровичем Цыпляевым, шуянином, охотоведом и любителем. Это всё местная фауна, флора или он везде собирал, да? Да, он собирал по всей России. Он был известным, он был начальником, директором Кавказского заповедника. Ага, вот так. И поэтому здесь представлены яйца птиц не только Шуйского района, но и всей России. Ну, отлично. Ну, много наших-то представителей среди вот этой? Ну, конечно, есть здесь и синички, и воробьи, то есть те птицы, которые обитают в средней полосе. Яркие, яркие. Да, в нашей коллекции есть даже его африканского страуса. Да, но эти не водятся. Эти не водятся, да. Удивительная коллекция бабочек. Удивительная коллекция бабочек также передана нам в дар Иваном Петровичем Цыпляевым. Коллекция отличается тем, что с правой стороны мы видим дневные виды, они имеют более яркую окраску, и ночные виды, которые представлены в левом стенде. Это тоже он сам, наверное, собирает. Да, это коллекция. Ну, я весной снимал там в Кавказском заповеднике, там в музее упоминали его имя. Да, очень приятно. Там тоже есть какие-то… Он был долгое время директором Кавказского заповедника. Да, ну, это богатая у вас находка. Интересные экспонаты нашей природной коллекции – это челюсть мамонта, мамонтёнка. Он был найден во Владимирской области, не в Ивановской, но достаточно близко, в соседней области. Череп волка. А у нас своих археологических здесь нет каких-то находок или там дальше есть зал какой-то? Ахеологические находки у нас в следующем зале, в зале истории. И мы узнаем, когда здесь появилось человечество, да? Первый человек появился на территории области более 7000 лет назад. И перед нами представлены находки Шуйской археологической коллекции. В Шуй существует клуб объединения археологов. Этот клуб называется КЛИО. И он существует при Шуйском центре детского творчества. Руководитель Ольга Альбертовна Несмеян. Именно находки этого клуба как раз и составляют основу нашей археологической коллекции. Наиболее интересным видом, наиболее интересным экспонатом этой коллекции является топор фатьяновской культуры. Так у вас он, керамик фатьяновской. Да, у нас очень большая коллекция достаточно. И вот этому топору более 4000 лет. Дело все в том, что он был найден в селе Парском, это близ Шуй. И он имеет достаточно интересную форму. Он очень ровный, гладкий. То есть, очень трудно понять, каким же образом люди 2000 лет назад могли обрабатывать эту культуру. Культура этого, то есть, сам материал этого топора – это диабаз. Это валунная такая, валунная, как бы это сказать, материал. Пожалуйста, близко к алмазу, надо сказать. Очень плотный материал, который современному человеку очень сложно обработать. И 2000 лет до нашей эры люди сумели обработать этот топор. Я так не понимаю, как же они дырки делали. Вот самая большая загадка, как это можно было вот так? Каким-то неизвестным пока нам образом. Ну, абсолютно все ровненько, гладенько. Топор этот очень достаточно редкий. То есть, во всем мире его таких топоров шесть штук. И один вот представлен в нашей коллекции. Аналогичный топор мы видели в Государственном историческом музее в Москве на Красной площади. Форма такая, говорит о каком использовании этого топора? Этот топор, он никогда не был в каком-то хозяйственном использовании. Это символ власти вождя. То есть, это принадлежность какого-то человека, который был вождем племени. Поразительно. Ну, это прямо удивительная такая. Здесь вот, смотрите, Фатьяновская керамика. Это уже более поздние. Да, это уже более поздние находки. Это раскопки Шуйского Кремля. То есть, Шуй это один из древнейших городов Ивановской области. Вот в нашей экспозиции находится макет города. В начале 17 века Шуй представляла собой Кремль, крепость. То есть, это укрепленное сооружение, укрепленное поселение, которое имело предназначение... Написи можно посмотреть. Вот так чуть-чуть встанем вот здесь. Вот так. Будет видно где тут. Которое имело предназначение пограничного города, укрепленной крепости, которая могла защитить людей от нашествия различных врагов. То есть, в начале 17 века Шуй очень часто подвергалась нападкам татаро-монгольского войска. Более позднее там. В начале 17-го это уже польско-литовские завоеватели. То есть, это был укрепленный пограничный пункт. Вы согласны вот с этой датой, которая официально-то называется? Официальная дата основания города по упоминанию в летописи, сейчас мы считаем это 1539 год, когда Шуя была сожжена татарским ханом Сафагиреем. Но, конечно, более ранние есть источники и сейчас относят ученые первые упоминания к 1396 году. То есть, это намного раньше, чем... То есть, это святитель Петр ехал лечить Тайбулу и сказал тут Шуя. Есть такая версия. То есть, версий очень много. Вот этот мы Кремль видим. Это какая сейчас часть города? Это современная площадь Союзная. Там, где сейчас находится Киселевская больница, Покровская церковь. Эта площадь находится рядом с музеем. То есть, если мы зайдем сзади за музей, то мы эту площадь как раз и увидим. То есть, вот сзади вас, да? Да. И если... Где музей ваш территориальный? Вот здесь стоит, да? Вот в этой части стоит сейчас музей. А за ним вот это была... А это, значит, выходил этот Кремль к реке? Да, конечно. То есть... Одна часть... Ну, там пристань, наверное, потому что судоходство. Одна часть города была окружена... То есть, охранялась естественная преграда река Тезы. И, конечно, со всех других сторон город был обнесен рвом. И пруд, как раз сзади нашего музея, это и есть остаток древнего крепостного рва. А, воно как. Много как башен-то было у неё. Да, Кремль состоял из наугольных башен, сорожевых башен. То есть, достаточно высокий деревянный тын, забор, как можно сказать, чистокол, можно ещё так назвать, окружал весь город. То есть, высота этого тына достигала десяти метров. Таким образом, очень сложно врагам было проникнуть в город Шую и взять эту крепость. Вот так. Так. Двигаемся дальше. Очень интересно эта вся информация. Двигаемся мы дальше, и мы можем с вами в нашем музее увидеть раскопки древнего Кремля. Давайте посмотрим, что тут у нас примечательно. Пограничного города, что могли найти археологи. Нашли они, конечно, оружие. И вот такое вот оружие начала семнадцатого века было найдено в нашем крепостном валу. Раскопки крепостного вала происходили. Как раз... Вот это что такое чёрное? Это палаш. Ага. Это оружие. Ну, это боевое оружие. Да. Копьё, палаш и топор. То есть это три вида боевого оружия, которое находилось на вооружении воинов Шуйской крепости. А здесь... Шуя издревле считается духовным центром Ивановской области. И в Шуе есть даже своя икона. Шуйская Смоленская икона Божией Матери. Она является символом, покровительницей города. И явилась она в наш город ещё в середине семнадцатого века. И с тех пор она является чудотворной иконой. Первое чудо, которое произошло, это было избавление города от страшной на тот момент болезни, муровой язвы, которая поразила город в середине семнадцатого века. Люди не знали каких-то особых лекарственных, каких-то медицинских приёмов борьбы с этой болезнью и решили написать... Решили попросить помощи у Бога и написать икону. Они для этого позвали иконописца. Мы даже знаем его имя, Герасим Тихон иконников. Он приступил к работе. И таким образом была написана икона Шуйская Смоленская. Хотя он совсем не хотел написать какую-то особенную икону. Он написал Смоленскую. Но получилось так, что самонаписание иконы явилось первым чудом. То есть икона как бы сама приняла образ тот не канонический, не смоленский, а именно особенный шуйский смоленский образ. Вот таким образом с середины семнадцатого века и по сей день наш город охраняет и является символом Шуйская Смоленская икона. К сожалению, та икона подлинная середины семнадцатого века была утрачена в советское время. И сейчас в нашем главном храме соборе, в воскресенском соборе, находится список середины девятнадцатого века. Но своей чудотворной силы он не утратил. То есть в наш город приезжают паломники. Паломники молятся у этой иконы об избавлении от болезни глаз, об избавлении от страстных болезней и об избавлении от бесноватости в современном языке этой эпилепсии. Вот такие три направления есть у нашей иконы. И, конечно, паломники приезжают. Такая вот история нашей иконы. Что здесь делают старообрядческие четкие? Насколько здесь старообрядчество было? Старообрядчество было достаточно распространено на территории не только Шуйной, но и окрестных деревень и сел. Большинство купцов были старообрядцами. Мы знаем об этом из истории. И, конечно, на территории Шуй, потому как Шуй это была торговая сторона. Очень много купцов и промышленников здесь жили. И часть, конечно, из них была старообрядцами. А в Шуй до сих пор существует церковь, которая была построена еще в 1906 году. Старообрядческая она сейчас находится на территории городского парка. Сейчас она проходит реконструкцию, то есть ее восстанавливают. Одна из уникальнейших церквей в стиле эклектики, то есть очень интересное архитектурное у нее решение. И также она в честь Шуйской, Смоленской иконы Божьей Матери освящена. Просто есть версия, что как раз купцы-то здесь особо стали, значит, такими богатыми. Это, поскольку у старообрядцев был принцип общности трудового этого, у них комиссары, взаимопомощь. Да, вдох давать друг другу и все остальное. Обязательно. Поэтому вот это очень так помогло им подняться. Что здесь делает этот удивительный изразец? Изразцы, ну, дело в том, что купцы и богатые люди достаточно имели хорошие возможности, достаток для того, чтобы свои жилища украшать. И, конечно, центром любого дома была печь, и чтобы как-то украсить ее, и достаточно красивый интерьер создать. То есть это привозное, производства такого, в общем-то, не было, да? Нет, это привозная вещь. Очень интересуют костюмы. Пройдемте костюмы. Что мы с вами по ним можем сказать о шуйской культуре? Поехали.